Десять дней плодотворной работы, несколько разноплановых художников, десятки картин. Всё это о Саровском пленэре 2024. В этом году он объединил мастеров живописи из Сарова, Нижнего Новгорода и Москвы. В финальный день работы пленэра в городской художественной галерее состоялась выставка, на которой участники представили гостям итоги своей работы и поделились впечатлениями. Общение очень интересное, все такие доброжелательные, все идут всегда навстречу, помогут. Очень понравилось. Оксана Городнова – педагог детской художественной школы Сарова. В этом году она впервые приняла участие в пленэре. Творческие дни оказались для художницы очень плодотворными, а общение с коллегами полезным и ценным. Постоянно спрашивали, подходили, кто-то какие-то советы давал, где-то посмотришь, кто как работает, потому что художники все разные, техника у всех разная. Я акварелист, Толя Стрелков всё тоже акварелью пишет, остальные маслом, но всё равно. Ну, то есть какой-то колорит, какие-то приёмы. Конечно, это очень интересный опыт. Пригодится в работе с детьми. За 10 дней художники посетили и написали несколько мест в Сарове и за его пределами, в том числе Дивеево и Санаксарский монастырь. Первый раз я была в Санаксаре, то есть понравилось там, хотя у меня там не вид, а такой уголочек уютный нашла, но всё равно понравилось. В Дивеево мы были на набережной, тоже очень красивый панорама, у меня тут две работы. Ну и наши Саровские улочки, Монастырская площадь, также вид Сарова. У меня есть осенний вид, теперь у меня есть летний вид. Большая часть написанных на пленэре работы останется в персональных коллекциях художников. Но 28 полотен навсегда переданы в фонд городской художественной галереи и уже в ближайшее время станут выставляться в постоянных экспозициях. Эти работы будут участвовать в будущих выставках. Эти художники будут возвращаться к нам сюда, в Саров, со своими персональными, большими, серьёзными выставками, где мы с каждым познакомимся уже как с отдельным автором. Саровский пленэр стал местом встречи разноплановых художников. Здесь работали и мастера классической живописи, и импрессионисты, и декоративисты. Объединить разные стили письма и представить всем поле для творчества было сложной, но интересной задачей. Так было приятно смотреть, как работают наши художники-саровчане, как работают гости. Мы приглядывали за палитрами, смотрели, как они намешивают краску. Это огромная школа. По итогам работы художников в художественной галерее было представлено несколько десятков работ в разных жанрах, от панорамы до натюрморта. Следующий Саровский пленэр состоится через два года. На него также планируется пригласить мастеров живописи из Сарова и других городов. Уже сейчас организаторы задумываются над планом и программой творческих дней, потому что масштаб пленэра и продуктивность работы художников на нём должны только возрасти. Анна Разуваева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.